Смоленская 201, пожар, пожарные выезжают. Понял вас. Оператор диспетчера четвертого рабочего места на выезд пожар по номеру 2. Это один из тысячи звонков, которые ежедневно поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу Самары. Как правило, между сигналом и выездом сотрудника на вызов проходит не более двух минут. Реагировать на подобные звонки нужно незамедлительно, поэтому сотрудники диспетчерской службы, здесь их 20 человек, трудятся в круглосуточном режиме. Четверо из них работают на вызовах, которые поступают на единый номер 112. Чаще всего самарцы сообщают о коммунальных, дорожных авариях и происшествиях, которые случились в черте городского округа Самары за сутки. Отдельно прорабатываются вопросы, связанные с системой ЖКХ, которые также оперативно фиксируют. И вносят данную информацию в систему АИС-реформы ЖКХ, которая автоматически через область уходит в Москву. Все сигналы тщательно отрабатываются специалистами, прошедшими специальную подготовку. У каждого свой функционал. К примеру, сообщения о недобросовестной работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций передаются в Центр управления регионом и Муниципальный Центр управления Самары. Сигналы об авариях, сообщения о заминированиях сотрудникам полиции, ГИБДД и в МЧС. Далее по каждому случаю проводятся проверки. Для того, чтобы чрезвычайных ситуаций и неприятных историй, в которые нередко попадают самарцы, стало меньше, в Управлении гражданской защиты проводят курс лекции по основам подготовки в случае ЧАЭС. Закрываем ему нос, делаем два глубоких вдоха. После вдоха приступаем к реанимации сердца. Преподаватель курсов гражданской обороны Александр Хорошилов при помощи манекена «Фантома» подробно рассказывает учебной группе, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Процесс не из легких, но и не так сложен, как может показаться на первый взгляд. По мнению педагога, правилам оказания первой помощи должен быть обучен каждый человек. Заявки на прохождение курса лекций подают организации предприятия столицы региона. Далее происходит комплектование учебной группы. Занятия проводят по 14 учебным программам. Приходят сотрудники организации в понедельник, прослушивают курс лекций в течение дня, затем получают задания на самостоятельную работу. В течение трех дней они готовятся, изучают руководящие документы по этим направлениям. И в пятницу сдают зачет в виде тестирования на право получения удостоверения. Которые позволят участникам учебных групп работать по определенной специальности. На лекциях по гражданской обороне можно узнать о том, как правильно пользоваться противогазами, предотвращать пожары и проводить эвакуацию населения. Количество постоянного состава курсов насчитывает 8 человек. У нас полный комплект. Курсы имеют в своем составе грамотных преподавателей с опытом работы в высших учебных заведениях. Более того, ряд лиц имеют ученые степени. День открытых дверей в Управлении гражданской защиты населения Самары проводят ежегодно. Для того, чтобы пройти курс лекций, необходимо сформировать заявку и отправить по адресу улица Ставропольская, 88. Состав участников обычно начинают комплектовать летом, а занятия по основам подготовки в случае ЧАЭС проводят традиционно в сентябре. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.